Сегодня мы в парке раздаем с вами листовки о противодействии мошенничеству. Раздаем всем, но упор делаем на пожилое население, которые в основном и читают данные листовки, агитационный наш материал. Полицейские совместно с волонтерами Подмосковья рассказывают прохожим о киберпреступниках. Молодым, разумеется, более понятен формат коротких роликов в соцсетях, пожилым напечатаны на бумаге текст инструкции. И все-таки брошюры о телефонных мошенниках раздают всем. Нет, но звонят по телефону часто. Да, но мы троги. Даже ночью звонят. И какой у вас подход, когда вам звонят, как отвечаете? Снимают, бросают трубку и все. На словах, конечно, все и так все знают. Но по последним данным, количество зарегистрированных преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, выросло в округе за год как минимум в два раза. Люди сами отправляют свои сбережения, неизвестно кому. В апреле широко разлетелась история про жительницу округа Антонину Малахову, деньги которой в последний момент спасли сотрудники банка и участковый Вадим Махаев. Мошенники убедили пенсионерку в том, что она находится в центре операции спецслужб, и что она, видимо, Джеймс Бонд и Штирлиц в одном лице. Операция-то затевается в связи с тем, что надо выявить мошенничественные действия сотрудников банка. Вы никому ничего говорите, потому что тут и ФСБ задействовано. Все секретно. Да, все секретно. Пока следователи разрабатывают алгоритмы раскрытия таких преступлений, участковые с волонтерами информируют людей о новой опасности. Каждый день на улицах округа раздается не менее сотни листовок. Предупрежден? Вооружен. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.